Сегодня понедельник, а это значит, что пришло время провести понедельник в ресторане МакДугал. И если вы смотрели телевизор две недели назад, то знаете, что доктор МакДугал прочитал замечательную лекцию о верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Но желудочно-кишечный тракт очень длинный. Вы не сможете сделать это за один сеанс. Так что сегодня он собирается прочитать еще одну совершенно новую лекцию. На этот раз о нижних отделах желудочно-кишечного тракта, где у многих людей, похоже, возникает так много проблем. Но прежде чем я представлю вам доктора МакДугала, я хотела бы представить вам специального гостя, который написал мне письмо. Я получаю так много электронных писем от людей, желающих принять участие в этом шоу. И обычно они показывают мне фотографии, да и после, на которых они значительно похудели и хотят рассказать свою историю. Это электронное письмо было немного другим, и оно действительно тронуло мое сердце. Эту женщину зовут Беттани Рассел, и около восьми лет назад она была звездой программы Макдугала. Или это люди, которые добились огромного успеха, следуя программе Макдугала, обращая вспять свои болезни, теряя вес, и они становятся счастливыми. На его веб-сайте в специальном разделе. Но она немного сбилась с пути и упала с повозки, или что бы вы там не хотели сказать. И ей нужно вернуться на прежнее место, чтобы восстановить свое здоровье. И я подумала, что нет лучшего способа сделать это, чем просто обратиться лично к доктору Макдугалу за вдохновением. Пожалуйста, поприветствуйте Беттани на нашем шоу. Здравствуйте, большое вам спасибо. Да, я действительно счастлива, что вы позволили мне прийти сегодня на шоу. И я просто знала, что буду немного нервничать, и, возможно, забуду что-то, что хотела сказать. Так что я действительно напечатала пару абзацев, и если вы не возражаете, я просто прочитаю это. Это нормально? Абсолютно верно. Все в порядке. Хорошо, до 2014 года я была активной матерью в возрасте 20 с небольшим лет, занималась бегом, играла на пианино, и у меня не было никаких проблем со здоровьем. Однако после рождения моего второго ребенка все изменилось. Только что я была нормальной, а в следующий момент стала инвалидом. Даже если бы я захотела пошевелить пальцем, то не смогла бы этого сделать. Если бы я захотела сделать хоть шаг, то не смогла бы. В течение нескольких дней мое тело испытывало мучительную боль с головы до ног. Мне казалось, что кто-то взял ключ, запер каждый дюйм моего существа и выбросил ключ. Мой муж будет кормить меня. Я пошла в ванную комнату рядом с кроватью, потому что не могла пройти через всю комнату. Я никогда не забуду тот день, когда мне назначили первый диагностический прием. Мой муж катал нашего малыша и новорожденного в коляске и вернулся, чтобы усадить меня в офисное кресло на колесиках. Мы добрались до лифта нашей высотной квартиры и сели в машину, но я не могла оторвать ногу от земли и поднять руки, чтобы держаться за что-нибудь. У меня диагностировали прогрессирующий анкилозирующий спондилоартрит и ревматоидный артрит. Мой коэффициент РА составил 714, что зашкаливает за все показатели КПК, АНА, уровень антифосфолипидов, уровень СРБ. Но несколько месяцев спустя я нашла статью доктора Джона Макдугала «Единственная надежда на артрит» под названием «Единственная надежда на артрит». Именно в этой статье я нашла данные, касающиеся водного голодания и элиминационных диет, а также воспалительного артрита. Я применила эту информацию к своей собственной жизни, начав с пятидневного водного голодания. Результаты были замечательными, и с этого момента я поняла, что мое состояние связано с питанием. Я поделилась с врачами и специалистами тем, что они заверили меня в том, что еда не имеет никакого отношения к моему состоянию. Но я знала, что они ошибаются, поэтому попробовала это сделать. И именно благодаря доктору Макдугалу я узнала об исключающей диете, состоящей из фруктов, овощей и риса. А также я узнала о докторе Уолтере Кемпнере. И вот в течение трех лет я питалась фруктами, овощами и эквивалентами риса. И результаты изменили мою жизнь к лучшему. Я смогла ходить и восстановила большую часть своей подвижности. В качестве побочного эффекта я похудела на 90 фунтов. К тому же я была звездой Макдуглера. Короче говоря, я перестала сидеть на диете. Я перестала соблюдать диету. Перенесемся на несколько лет вперед. Я то принимала, то отказывалась от лечения. Я набирала от пяти до десяти фунтов в месяц. Я вернулась к тому, с чего начала, толстая, больная и прикованная к постели. У меня прибавилось еще больше заболеваний, и я достигла своего самого высокого веса, 256 фунтов. И в течение последних 18 месяцев я оставалась в постели и пользовалась инвалидной коляской с электроприводом, чтобы добраться до ванной комнаты. Это произошло не в одночасье. Три года назад мы переезжали в одноэтажное жилье, потому что я падала с лестницы. И последнее предложение, которое я написала, заключается в том, что я связалась с Хизер МакДугал, и она посоветовала мне попробовать рисовую диету. Я занимаюсь этим уже шесть недель и сбросила 35 фунтов, то есть 6 дюймов в талии. Мое кровяное давление поднялось со 147 на 100 до 120 на 80, и я сижу в постели после того, как смогла только лежать ровно. Это очень интересная история. Я думаю, что теперь, когда вы точно знаете, как выздороветь, вы как бы попадаете в поле зрения Дуга Лайла относительно того, почему бы вам этого не сделать. И я не знаю, могу ли я предложить вам то сочувствие или сочувствие, которых вы заслуживаете, потому что, как врач, я могу смотреть на вас, взгляните на это с точки зрения того, что вы можете потерять. Вам это ничего не будет стоить. У вас нет никаких побочных эффектов. У вас есть ребенок и прекрасный муж. Похоже, у вас чертовски хорошая жизнь. Не могли бы вы рассказать мне, почему вы решили вернуться к своим старым привычкам? И я сам немного поинтересовался этим пониманием зависимости. Я думаю, что для того, чтобы по-настоящему понять это, нужно быть наркоманом. В прошлом у меня была своя доля зависимостей, но я никогда не испытывал их по отношению к еде, но я знаю, как это может быть связано с другими вещами. И поэтому, если вы собираетесь сказать мне, что у вас есть зависимость, я, вероятно, смогу объяснить вам это. Но если вы назовете мне какие-то другие причины, я узнаю что-то новое. Да, так что на самом деле это была не пищевая зависимость. И я определенно сожалею о своем решении. У нас было много проблем в жизни, и я борюсь с ними, как и раньше, просто у меня много проблем. И мы пережили такое время, когда нам пришлось жить в отеле в течение одного месяца. И я только что приняла решение поесть. В течение одного месяца мы питались только фастфудом. И я просто медленно, но верно полностью отказалась от диеты. Только что у меня было четыре выкидыша. Мы переживали финансовый кризис. Мы потеряли нашу собственность, и нам пришлось переехать. А еще у меня посттравматический синдром, потому что в прошлом я пережила много травм. И поэтому я просто как бы извиняюсь, я очень нервничаю, но я только что дошла до того, что перестала заботиться о себе. Но сейчас я нахожусь в таком состоянии, когда мне нужно поправиться, и я готова сесть на диету. Мы хотели бы вам помочь. Я думаю, именно поэтому, я знаю, что именно поэтому наша программа включает в себя всестороннее участие таких людей, как доктор Дуклайл, который заботится о том, чтобы помогать людям. И в данном случае, с моей непрофессиональной психологической точки зрения, я бы сказал, что нужно помогать таким людям, как они сами. Мне кажется, что вы попали в ситуацию, когда не очень-то нравились себе. И это как раз то, что опять же выходит за рамки моей компетенции. Речь идет о том, как заставить людей полюбить себя, потому что именно об этом меня часто спрашивают, кто будет соблюдать диету, а кто нет. И мой ответ таков, вы должны, по крайней мере, уметь понимать то, что понимает седьмой классник. У вас должен быть такой же уровень навыков чтения, и вы должны нравиться себе. Это единственные два известных мне критерия, которые необходимо применять. И я думаю, что ваши проблемы действительно серьезны. Позвольте мне просто остановиться на этом и перейти к некоторым вещам, которые я бы предложил сделать с практической точки зрения. Поскольку я бы выбрал те вещи, которые вам действительно нравятся в том, что касается диеты Макдугала, и понял, что вы можете питаться практически любым крахмалом с парой фруктов и овощей. Так что вам не нужно придавать этому большого значения. И если это не доставит вам хлопот, вы можете съесть много разных специй. Есть ли какие-нибудь продукты, которые вам нравятся, Беттани? Да, мне действительно очень нравится эта диета. И у меня на это ушло несколько недель, и первые две недели снова были довольно тяжелыми. Но потом как будто включился выключатель, и я просто очень люблю эту еду. И это не так, у меня действительно нет желания что-то менять. Значит, вы думаете, что вернулись в строй. Так вот, они говорят, что снова вернулись в строй. А, да. О, ну что же, тогда вам следует завершить работу, вы должны сделать это очень-очень хорошо. Мы еще раз осознаем, что я не могу быть всем для всех, и именно поэтому у нас такая разнообразная программа. И именно поэтому мы уделяем особое внимание таким вещам, как стремление сделать нашу программу очень личной, насколько это касается контактов. И не то, чтобы я пытался уговорить вас присоединиться к интернет-программе, но именно та помощь, которую мы решили оказать людям, когда мы переключившись на все интернет-программы. Мы должны были разработать какой-то способ сделать это личным, чтобы мы могли проникнуть в вашу жизнь, а вы в нашу. Таким образом, у нас есть три специалиста по поддержке, которые встречаются с вами не только каждое утро, но и в течение всего дня, если это необходимо. Их зовут Кори, Стейси и Тиффани, и они работают с нами уже много лет, и они очень-очень хорошо помогают вам выбирать разные блюда на завтрак, и вы знаете. Я помогаю вам планировать ваше питание и справляться с такими вещами, как посещение вечеринок и прием гостей, и вы знаете. Так что это действительно полезно с учетом вашей личной точки зрения. Еще одна вещь, которую мы с Мэрией Хизер делаем, это то, что мы встречаемся со всеми каждое утро в чате у Камина, и это, похоже, тоже нравится людям. И еще есть третий компонент, который мы вкладываем в работу, выходящий за рамки того, чтобы просто быть врачом, чему я посвятил всю свою жизнь. Делаю это. И это означает, что у нас огромное количество взаимодействий с людьми. У нас есть врач, который осматривает вас, проводит с вами время, и мы также знаем, как важно, чтобы у людей были отношения с обществом. И поэтому мы каждый день отходим в сторону, и участники, будь то 30, 40 или 50 участников, собираются вместе на час или два. Каждый день, когда там вообще не было никого из наших сотрудников. И они как бы рассказывают о том, как у них сложился жизненный опыт. И люди часто теряют бдительность гораздо сильнее, чем когда они стоят перед доктором Макдугалом. Иногда я начинаю немного нервничать, я знаю. И поэтому мы старались сделать как можно больше личных действий, насколько это было возможно. И, конечно же, я упомянул доктора Дугалайла, который является лучшим психологом в мире, и он действительно добивается результатов, а также доктора Дугалайла. Лайл тоже встречается с людьми на частной основе. Таким образом, мы стараемся быть настолько всесторонне развитыми, насколько это возможно. И есть некоторые из тех вещей, которые были упомянуты в разговоре с вами, и которые, по вашему мнению, могут быть полезны для вас. Я хотел бы, чтобы вы связались с Хизер. И она вам поможет. Я знаю, что у вас большие финансовые проблемы, по крайней мере, вы недавно мне об этом говорили. Надеюсь, ваше состояние изменилось, и, возможно, Хизер сможет вам чем-то помочь. Спасибо вам. Большое вам спасибо. Я знаю, что это звучит потрясающе. Я действительно ценю это. И я действительно хочу сказать вам спасибо. Мне понравилась эта статья «Единственная надежда на артрит». Если бы я не нашла эту статью, то не знаю, услышала ли бы я когда-нибудь об этом варианте от кого-нибудь из моих врачей и знакомых. Нет, вы бы этого не сделали. Я гарантирую, что вы бы этого не сделали. Да, именно эту статью я написал. Диета – единственная надежда на избавление от артрита, и она есть на нашем веб-сайте. Таким образом, в нем рассматриваются все научные исследования, которые были доступны на тот момент. Включая такие вещи, как исследование, проведенное в Англии и опубликованное в журнале Lancet, в котором принимали участие люди с ревматоидным артритом. То есть, я имею в виду, у вас есть ревматоидный артрит. У вас также есть анкилозирующий спондилартрит, но не имеет значения, как вы его называете. У вас воспалительный артрит, так что называйте это как хотите, на самом деле это не имеет значения. Но они брали людей с воспалительным артритом и помещали их в замкнутое пространство, где они контролировали все, что ели, было ли это на курорте, я точно не помню. И они посадили их на постное питание, сначала на соковое. И все люди выздоровели. Вероятность успеха была сотипроцентной. А затем они наблюдали за ними в течение нескольких лет, и те, кто придерживался диеты, оставались свободными от ревматоидного артрита. Итак, эта статья была опубликована, и вы можете сидеть здесь и спрашивать, почему каждый врач не рассказал вам об этом исследовании и других 30 статьях, которые я опубликовал. Представленная в этой статье диета единственная надежда на лечение артрита. А какое отношение это имеет к деньгам? Мне неприятно это говорить, но знаете, чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что это клише соответствует действительности на 100%. Души людей можно легко купить, а их умы легко купить. И дело в том, что врачи ничем не отличаются от остального населения. Вы даете им финансовый стимул, который у них есть. В медицинской практике, которая занимается лекарствами, мы с Мэри говорили об этом пару месяцев назад, и она слушала все объявления на кабельная новостная сеть. Рассказывает об этих различных препаратах, используемых для лечения аутоиммунных заболеваний, многие из которых связаны с ревматоидным артритом, волчанкой и другими заболеваниями. И она сказала, они зарабатывают так много денег, но как черт возьми, им удается привлекать так много клиентов, так много пациентов. И я сказала, что как только реклама будет воспроизведена и слушатель, зритель увидит, что происходит, следующий шаг — обратиться к своему врачу. Таким образом, врачи получают вознаграждение. Таким образом, в этом деле участвуют не только фармацевтические компании, но и весь медицинский бизнес, и это просто каскад из миллионов и миллионов долларов. Вот к чему в основном все сводится. И как вы могли бы подумать, именно эта тема занимала меня всю мою практику. Вы могли бы подумать, что врач или пациент начнут с того, что скажут, почему бы нам не попробовать это первое место, и почему бы нам не попытаться исправить это с помощью еда. Мне нечего терять. У меня нет никаких побочных эффектов, и это мне абсолютно ничего не стоит. А потом, если это не поможет, я приму уколы и таблетки или сделаю операцию. Это всегда в вашем распоряжении. Но, к сожалению, слишком многие люди не обращают внимания на финансовое вознаграждение. И, конечно же, когда вы становитесь пациентом, вы говорите, мне ничего не нужно делать. Когда я принимаю лекарства, я просто откидываюсь на спинку стула, а они тычут в меня пальцем или кладут таблетку мне в рот. Вам действительно приходится делать очень много вещей. Вы должны постоянно ходить к врачу. Вы должны постоянно болеть. Вам приходится тратить деньги, которые вы могли бы потратить на эти таблетки вместе со своими детьми в Диснейленде. Так что это будет довольно тяжелым бременем для пациента, если он остановится и подумает об этом. Это очень дорого стоит. Это очень удобно болеть. И все же, так или иначе, я занимаюсь этим уже 50 лет. Я, конечно же, так и не понял, как изменить так много людей. Но я рад, что вы на правильном пути. Большое вам спасибо. Да, для меня было честью поговорить с вами сегодня. Я действительно ценю это. О, пожалуйста, свяжитесь с нами еще раз. И, судя по всему, у вас с Хизер какие-то отношения. Не надо этого делать, ты же знаешь Хизер. У нее та же проблема, что и у меня, и она любит помогать людям. Привет, доктор МакДугал. Беттани была звездой МакДугала, но когда у нее случился рецидив, она попросила удалить ее с вашего сайта. Когда она снова встанет на ноги, можно ли будет вернуть ей статус звезды? М. О, да. И я бы с удовольствием рассказал вам всю историю целиком, а не только часть успеха, потому что люди должны услышать, что это может быть непросто. И вы не должны прекращать свои попытки только потому, что это трудно. А я уже говорил вам, что в прошлом у меня была зависимость от наркотиков. Я могу рассказать вам об одном из моих пристрастий, это было пристрастие к табаку, которое я бросил 20 октября 1972 года в 7 утра. Я бросал курить 11 раз, прежде чем окончательно бросил курить в октябре 1972 года. И знаете что? Я и по сей день не считаю себя полностью свободным. И я знаю единственный способ остановить это, предотвратить рецидив заболевания. Я имею в виду, что для меня это действительно личное дело, но я просто не могу сделать это один раз. Я не могу выкурить ни одной сигареты, потому что это имеет надо мной такую огромную власть. И как я уже упоминал, если что-то вроде табака может так воздействовать на меня, то я могу себе представить, как пища должна воздействовать на других людей. И я думаю, что вы должны следовать тем же правилам. Вы должны понимать, что каждый раз, когда вы терпите неудачу, вы узнаете о себе что-то новое. Я узнал, что вы не встречаетесь с женщинами, которые курят сигареты, потому что они заставляют вас снова курить. Я узнал, что вы не говорите себе, давай посмотрим, я бросил курить в течение 11 дней. Я, вероятно, уже вылечился. Я выпью только одну таблетку, потому что она всегда терпела неудачу. И как только вы попробуете все эти трюки, вы, наконец, достигнете того момента, когда я смогу контролировать ситуацию. Что и делал с 20 октября 1972 года. Но я понимаю, что просто не могу этого допустить. И я стараюсь дистанцироваться от окружающей среды, где есть табак, потому что он все еще хорошо пахнет. И это должно быть так же болезненно для еды. Я просто не могу с этим смириться. Но у меня есть своя доля падений, и мне не нужно разбираться во всех них. Это великолепно. Большое вам спасибо. Беттани, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону. Я знаю, что вы хотите принять участие в шоу в качестве сольного эпизода, так что давайте поддерживать связь, и, пожалуйста, регулярно связывайтесь с нами. Хорошо. Да, но похоже, у тебя тоже есть муж, который поддерживает тебя, и это самое главное. Ребята работают вместе. Спасибо вам. Большое вам спасибо. Пока-пока. Это Беттани. Спасибо. До свидания. Доктор МакДугал, мне очень нравится то, что вы сказали, потому что вы понимаете, что даже если у вас нет личной зависимости от еды, вы понимаете, что у других людей она есть. И именно поэтому им может быть так трудно это сделать. Да, да. Как я уже сказал, мы не собираемся подробно останавливаться на всех моих вредных привычках, но... Теперь у тебя появилась хорошая привычка надевать красивую рубашку каждый раз, когда Линда даже комментирует, какая замечательная история. Так же поступила и Эми. Теперь люди действительно комментируют твою одежду. Знаете что, в эти дни мне приходится делать все возможное, чтобы привлечь ваше внимание. Да, ты отлично выглядишь. Что касается желудочно-кишечного тракта, то просто удивительно, как много людей обращаются к своему врачу по желудочно-кишечному тракту. Но тот никогда не спрашивает их о том, что они едят. Да, конечно, совершенно очевидно, что то, что вы помещаете в свой кишечник, влияет на их здоровье и определяет, находятся ли они в добром здравии или больны. Но такая логика редко передается от пациента к пациенту, от врача к пациенту. И даже если это так, то никаких практических советов о том, что на самом деле нужно есть, не дается. Вам говорят, что вы можете есть, вы можете придерживаться кето-диеты, но врачи ничего не знают о еде в целом. Так что они не хотят показаться невежественными. Они не хотят, чтобы публика поняла, что на императоре нет одежды. И вот они начинают выдумывать разные вещи, и вы очень быстро понимаете, что они не имеют ни малейшего представления об этом. Но кишечный тракт – это портал, через который можно попасть во все тело. Практически все должно проходить через кишечный тракт, если только оно не проходит через кожу или легкие. Все проходит через кишечный тракт. Именно там основная масса молекул попадает в организм через ваш кишечник. У вас есть трубка длиной 38 футов, которая предназначена для переваривания и усвоения пищи. Кроме того, в ней имеется огромное количество барьеров, препятствующих вашему отравлению. Но она не идеальна. И в результате она терпит неудачу, и люди заболевают аутоиммунными заболеваниями и заболеваниями артерий, такими как атеросклероз, диабет и так далее. Но они избегают многих проблем. У нас есть множество бактерий, целый мир вирусов, микробов и паразитов. И вы знаете, что мы поглощаем каждый день. Иногда мы принимаем чрезмерные дозы витаминов и минералов, обычно самостоятельно покупая их и проглатывая, и организм не умирает, скажем, от отравления железом или магнием. Так что желудочно-кишечный тракт устроен довольно разумно. И на самом деле он очень умный. Одна из вещей, которые меня даже учили в медицинской школе, а это было более 50 лет назад, заключалась в том, что кишечный тракт меняется в том, что касается его способности усваивать железо. Если у вас достаточно железа, другими словами, в вашем организме есть железо, а затем клетки кишечного тракта блокируют поступление железа, которое вы можете употреблять в пищу. В то время как если у вас дефицит железа, то происходит следующее, эти клетки становятся очень активными и поглощают огромное количество железа из того, что находится в кишечнике. Они действительно умны. Они общаются с окружающим миром, со всеми теми микробами, о которых я упоминал, вирусами, паразитами и другими организмами. Прионы бактерии, они общаются с этим миром, и иммунная система реагирует в результате этого общения и настраивает вас на защиту всей своей иммунной системы. И кстати, кишечный тракт – это первое, что говорит с вами, когда у вас все хорошо. И вот еще одна вещь, которую я рассказываю людям, участвующим в нашей программе, и мы привыкли наблюдать это все время, когда участвовали в программе по уходу за больными. И мы наблюдаем это сейчас, но только благодаря интернету вы почувствуете себя лучше. Вам станет лучше примерно через один, два или три дня, когда ваши хронические запоры, диареи и боли в животе исчезнут сразу же. И большое вам спасибо. И еще одна вещь заключается в том, что существует нечто под названием «месть Макдугала». И если вы еще не открыли это для себя, то многие люди узнают об этом. А именно, они собираются куда-нибудь со своими друзьями и семьей только на один ужин, один жирный китайский вегетарианский ужин. И в конце концов, они оказываются в ванной комнате, где происходит месть Макдугала. Таким образом, система быстро реагирует на все, что вы делаете, правильно или неправильно. Так что давайте посмотрим, смогу ли я достать здесь несколько слайдов, и мы сможем это сделать. И на этот раз у меня есть возможность поделиться звуком, о чем Мэри Мэри любезно напомнила мне, так что вы сможете послушать несколько интересных презентаций, которые я приготовил для вас. Дискуссия, которую я собираюсь провести с вами и которая состоялась у меня на прошлой неделе, взята из этой книги, которая была впервые опубликована в 2006 году. Так что это было 18 лет назад. И она до сих пор остается национальным бестселлером. Вы можете легко приобрести ее на Amazon и до сих пор в большинстве магазинов натуральных продуктов питания. Она пользуется довольно большим спросом. И я думаю, что это связано с тем, что у людей так много проблем с желудочно-кишечным трактом. Да, Эй Джей, именно так я выглядел 18 лет назад. Все в порядке. Это хорошая книга. Это единственная известная мне книга, в которой действительно очень откровенно и увлекательно рассказывается о кишечнике. На самом деле ко мне пришел один автор комедийных романов, который ознакомился с книгой и попытался придать ей немного легкомыслия. И ей это удалось, правда не очень сильно, но она это сделала, и ей стало немного легче читать. Есть люди, которые действительно говорят мне, что прочитали эту книгу от корки до корки. Они находят ее увлекательной. Именно так я и написал это с таким намерением заинтересовать вас, потому что кишечный тракт — это обычно то, во что люди не вовлекаются. Это таинственная часть тела. Это место, где стыдно. И поэтому написание книги о желудочно-кишечном тракте не было бы самой популярной вещью, которую вы могли бы сделать, чтобы стать национальным бестселлером. Но я чувствовал очень сильную потребность в этом, особенно с учетом того, что я настоящий врач. Я забочусь о реальных пациентах, у которых есть реальные проблемы. Так вот, вот некоторые из проблем, с которыми мы здесь сталкиваемся. В этом общении также большую помощь оказал Говард Бартнер. Говард Бартнер был главным иллюстратором Национального института здравоохранения. Вот автопортрет, который он сделал. Я рассказал вам историю о Говарде Бартнере во время нашей последней презентации, и это, мягко говоря, интересная история. Он стал моим пациентом через интернет, и это очень помогло ему выпустить эту книгу. Иллюстрации принадлежат ему самому. А Ларри и Луиза — это те два человека, которые помогают нам разобраться в работе кишечного тракта, и мы начали с объяснения того, что кишечный тракт находится вне тела. Именно поэтому я так быстро реагирую на любые условия окружающей среды. Как я уже говорил вам, вы сразу же выздоравливаете и сразу же получаете возможность отомстить Макдугалу. И еще мы разделили кишечный тракт на верхнюю часть. И еще мы говорили о том, как в прошлый раз мы говорили о ротовой полости, пищеводе и желудке, а также немного о печени и желчном пузыре. И на этот раз мы собираемся поговорить о нижних отделах кишечного тракта. И еще мы говорили об очевидных заболеваниях, которые возникают, и о которых стоматологи хорошо осведомлены. И в прошлый раз мы обсуждали очень важную тему — неприятный запах изо рта, и почему это так важно для вас. А также почему от людей воняет, и они воняют из-за еды. От тебя пахнет так же, как от того, что ты ешь. И я помню, как читал несколько книг об эскимосах инуитах, и как авторы упоминали, что местные жители чувствуют запах рыбы. И я достаточно много путешествовал по всему миру, где люди едят разные специи в разных уголках мира. И я быстро заметил, что запах их тела отражает то, что они ели. Так что вы можете себе представить, как пахнут европейцы и американцы. Они едят коров, свиней и кур. Вы когда-нибудь бывали на скотном дворе? Вот как они пахнут. И когда вы меняете свой рацион питания на крахмал, овощи и фрукты, именно так вы и пахнете, что может быть сильным. Но это не так неприятно, как пахнуть свиньями, коровами и цыплятами, которые умерли. Мы говорили о том, что ваше животное пища богато серой. Например, в говядине содержится в 4 раза больше серы, чем в бобах, а в тунце в 12 раз больше серы, чем в сладком картофеле. Мы говорили о пищеводе, просто трубке между ртом и желудком, и о том, как у людей развивается гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь из-за недостаточности нижнего пищеводного сфинктера. И почему у них возникает рефлюкс, который не только забрасывает содержимое желудка в пищевод, который обжигает пищевод, но и поднимается вверх, полностью вверх, и попадает в носовые пазухи, вызывает синусит, попадает на зубы, снимает эмаль с зубов, и вы вдыхаете его, и от этого у вас хрипит, это вызывает у вас хронический кашель, а также астму и бронхит. И еще мы немного поговорили о язве желудка и о том, что да, она возникает из-за бактерий. Но вы должны кормить эти бактерии богатой американской пищей, прежде чем это действительно станет проблемой. А потом еще и желчный пузырь. Все врачи знают, что камни в желчном пузыре образуются из-за перенасыщения желчи холестерином. Откуда берется холестерин? Только из продуктов животного происхождения в сколько-нибудь значительном количестве. Чрезмерное насыщение желчи холестериновыми камнями, эти камни, камни в желчном пузыре, состоят из холестерина. И еще мы говорили о том, что вам следует делать с камнями в желчном пузыре. Ответ заключается в том, чтобы оставить их в покое. А если они причиняют боль, придерживайтесь диеты с низким содержанием жиров, и они перестанут болеть. Если вы не избавитесь от них, проблема в том, что половина людей все еще болеет, потому что они не изменили свой рацион питания. А кроме того, у них возникают проблемы, такие как хроническая диарея. Так что давайте перейдем к сегодняшней лекции, посвященной нижним отделам желудочно-кишечного тракта. После того, как мы покинем желудок в первой части тонкой кишки, где находится желчный пузырь и соединяется с общим желчным протоком, мы перейдем в тонкую кишку, которая является действительно здоровой частью кишечного тракта. Именно здесь все впитывается в себя. И я думаю, что причина, по которой это полезно для здоровья, заключается в том, что именно здесь вы черпаете свою энергию. Именно здесь вы получаете свои витамины, минералы и все необходимые питательные вещества, которые усваиваются именно в этом отделе кишечного тракта. И если бы у вас было заболевание в этой части кишечного тракта, ваш генетический материал был бы потерян, потому что вы бы умерли. Таким образом, существует очень-очень мало заболеваний, связанных с тонким кишечником. Некоторые из них действительно существуют. Иногда возникает несколько аутоиммунных заболеваний, а иногда возникают некоторые проблемы с малеабсорбцией. Но в остальном тонкая кишка в значительной степени защищена иммунитетом. Так что давайте оставим тонкую кишку, которая должна быть прямо здесь. Хорошо, если вы оставите тонкую кишку, то перейдете в эту область толстой кишки, которая называется слепой кишкой. Вы видите здесь свисающий аппендикс. Ваш аппендикс находится в правом нижнем квадранте вашей брюшной полости. Так что если вы возьмете правую руку и положите ее на нижнюю часть живота, то именно об этой области мы и будем говорить. Хорошо, эта часть кишечника называется восходящей. Хорошо, я знаю, что ваши врачи очень просты в своей терминологии. Сначала идет восходящая ободочная кишка, затем поперечная ободочная кишка, а затем нисходящая ободочная кишка. Вы попадаете в сигмовидную кишку, что-то вроде буквы С, не так ли? Сначала в сигмовидную кишку, затем в прямую кишку, а затем в задний проход. А вот это и есть толстая кишка, о которой мы поговорим в течение следующих нескольких минут. Именно в этой толстой кишке обитают бактерии. И я знаю, что шеф-повар Эйджей сказал, что некоторые очень важные гости говорили о микробах, которые живут в толстой кишке. Микробия это микробием. Вот некоторые из терминов, которые вы уже слышали. И мы говорим об этом уже более 50 лет. Я сам писал об этом много-много лет назад. И все сводится к тому, что виды микробов, которые растут в вашем кишечнике, в вашем толстом кишечнике, зависят от того, чем вы их кормите. Если вы помещаете плохую пищу в свой толстый кишечник, то остатки плохой пищи в вашем толстом кишечнике вызывают рост вредных бактерий. Вы получаете то, что мы называем грамм положительными бактериями клостридии. И эти бактерии будут вырабатывать канцерогены, а также половые гормоны. В то время как если вы будете кормить их сахаром, и конечно же вы знаете, что когда я говорю сахар, я в первую очередь имею в виду картофель, рис и кукурузу, сложные углеводы. Вы их знаете, и я называю их крахмал. Если вы будете кормить их остатками крахмала, то у вас вырастут кишечные палочки, которые относятся к тому виду бактерий, которые являются самыми здоровыми парнями. И недавно было обнаружено, что виды бактерий, которые живут в кишечнике человека, связаны с тем, есть ли у него болезни сердца, рак или нет, диабет и так далее. А почему бы и нет? Потому что у нас есть один и тот же общий знаменатель. Если вы кормите себя пищей, которая способствует росту здоровых парней в вашем кишечнике, то это та же самая пища, которая предотвращает и обращает вспять атеросклероз или болезни сердца. Это та же самая пища, которая предотвращает и или излечивает диабет второго типа. Это та же самая пища, которая лечит аутоиммунные заболевания. Это один и тот же общий знаменатель. Эта связь настолько очевидна, что у вас не должно возникнуть никаких вопросов о том, что вам нужно делать. Другими словами, вам не нужно придерживаться одной диеты для ваших артерий, другой диеты для ваших суставов и другой диеты для вашего кишечника. Все это одна и та же диета. Идеальная диета для людей, это диета на основе крахмала с добавлением фруктов и овощей. Я думаю, что одно из наиболее интересных открытий в области микробиома заключается в том, что они фокусируются на бактериях людей, у которых нет болезней сердца, ревматоидного артрита или диабета второго типа. А вот эти люди, например, могут быть выходцами из сельских районов Африки. Ситуация меняется. Ситуация быстро меняется. Эфиопия и Кения это те страны, где по сути не существовало болезней, поражающих американцев. Но благодаря кабельной новостной сети, благодаря новой экономике и транспорту, в эти страны теперь импортируются богатые пищевые продукты, и у них нет никакого особого иммунитета. Они меняют бактерии в своем кишечнике и меняют частоту заболеваний. То же самое происходит и в Азии. Но люди в сельских районах Африки были изучены и до сих пор изучаются, потому что у них практически отсутствует иммунитет к распространенным американским болезням. И вот они проанализировали свои бактерии и выяснили, какие именно бактерии там растут. Таким образом появляется новый бизнес, который заключается в продаже вам африканских какашек. Да, именно так. Они продают вам бактерии, которые связаны с низкой частотой сердечных заболеваний, ожирения, диабета и так далее. Вы знаете почему? Потому что у них одни и те же общие знаменатели. И вам не следует попадаться на эту удочку. Возможно, вам захочется сделать это один раз, один раз просто для того, чтобы завести эти дружественные бактерии из-за океана. Но вы же не хотите продолжать их покупать. Вы просто продолжаете кормить их вкусными продуктами, и они будут болтаться поблизости. И ваш основной подход к тому, чтобы иметь хорошие бактерии, заключается в том, чтобы правильно кормить их. Вам не нужно принимать пребиотики, которые представляют собой сахар, которые вам продают в магазине натуральных продуктов питания в маленьких бутылочках, которые бактерии любят есть. Я уже говорил вам, что бактерии любят есть. Они любят есть картофель. Они любят есть кукурузу. Это намного дешевле, чем эти маленькие бутылочки с пребиотиками. А еще они продают вам пробиотики, бактерии, которые вы должны употреблять в пищу и которые заселяют ваш кишечник. Ребята, это не очень хорошо потраченные деньги. Просто ешьте правильную пищу, и ваш кишечник будет здоровым. То же самое касается и всего остального тела. Помните, что кишечник это портал, портал входа, через который все в организме, да, есть легкие и кожа, но вы знаете, что почти все, что влияет на ваше тело, является черезжелудочно-кишечный тракт. А вот и вы, пожалуйста. Вот увеличенное изображение вашего толстого кишечника, а рядом с толстым кишечником вы видите аппендикс прямо здесь. Хорошо, с правой стороны у вас начинается аппендицит. Кстати, у меня был аппендицит, когда я был молодым человеком, мне было около семи лет. Когда у меня пропал аппендикс? Раньше вы лечили его именно так. Если у вас воспаление аппендикса, другими словами, у вас аппендицит, вы идете к врачу, и вот что они делают. Они делают операцию на брюшной полости, тебе отрезали аппендикс. Даже в то время в Европе все, что они делали, это лечили аппендицит антибиотиками. И в наши дни именно так обычно лечат аппендицит в Соединенных Штатах. Они ставят диагноз, а затем помещают пациента на лечение. Антибиотики и вообще не делать хирургических операций. Таким образом, за последние много лет подход к лечению изменился. И, конечно же, я думаю, что пациенту и его кошельку гораздо проще принять несколько антибиотиков, чем сразу после операции. Опять же, это тот случай, когда вы сначала делаете простые вещи, а если ничего не получается, то продолжаете действовать дальше. К более сложным вещам. В любом случае, вам интересно, для чего нужен аппендикс? Этот вопрос задают многие люди. Мы не знаем точно. Идея заключается в том, что это может быть рудиментарный процесс, возникающий у плода и играющий важную роль в определении роли иммунной системы. Вот что я помню. Но есть и несколько других теорий, и эти теории возникают потому, что очень многие люди живут без аппендикса. Из-за этого аппендицита им пришлось вырезать аппендикс. Они все еще прекрасно держались на ногах. Это случилось со мной, когда мне было 7 лет. Я прожил все эти годы без аппендикса. Так что, очевидно, это не так уж важно, не так ли? Я думаю, что это действительно важно. Я просто не думаю, что мы понимаем эту роль. Так или иначе, именно там находится ваш аппендикс. Причина, по которой у вас возникает аппендицит, заключается в том, что вот это отверстие прямо здесь, просвет, который мы называем в медицинском бизнесе, воспаляется. Вы видите это, оно воспаляется. Вы знаете, почему оно воспаляется? Это происходит из-за нездоровых остатков частично переваренной пищи, которые вызывают у него тошноту и опухание. А когда он набухает, то закрывается, и тогда жидкость, которая образуется в аппендиксе, накапливается. Она накапливается здесь, а затем в нее попадают бактерии, которые заражают инфицированных. Вот что вы сейчас услышите, или я раньше часто это слышал, но теперь уже не знаю сколько раз, потому что это неправда. Причина, по которой этот просвет закупоривается, заключается в том, что ешьте семена, такие как семена мака, семена малины и любые другие семена. И в этом есть какой-то логический смысл, не так ли? У вас там застряла маленькая семечка. Все происходит совсем не так. Они просмотрели хирургические записи и посмотрели на то, что обнаружила патологоанатомическая лаборатория, но не нашли семян в аппендиксе. Так что эта теория была отвергнута. И, кстати, вы найдете ссылку на это в книге «Настройка пищеварения» доктора Макдугала. Я включил научные ссылки в эту книгу точно так же, как и во все свои книги. Так что если вы хотите ознакомиться с оригинальными работами, они доступны для вас, и вы увидите, где они полностью обесценены, или можете посмотреть их сами. И какой же это удивительный мир. Вы можете зайти в Google, зайти в Национальную медицинскую библиотеку и просто сказать, что там есть какие-то исследовательские термины. И почти всегда вы получаете бесплатные статьи, которые можете прочитать на досуге. Пожалуйста, потрудитесь понять, что означает терминология. Их не так уж трудно понять. Хорошо, итак, я хочу немного поговорить с вами об этом парне. Это тот самый человек, который изменил мою жизнь. Это доктор Деннис Бёркетт. История такова. Мы с Мэри познакомились в сентябре 1971 года. Она была хирургической медсестрой. Я был студентом-медиком и влюбился в нее, несмотря на то, что она была наполовину закрыта маской. Это была любовь с первого взгляда. И мы быстро решили проводить большую часть нашего времени вместе. Это было в сентябре. В декабре 1971 года я отправился на полуденную конференцию. Раньше я терпеть не мог эти полуденные конференции. Почему? Потому что я чувствовал себя таким глупым. Я сидел там в аудитории. Я был всего лишь студентом-медиком. Чего же я сам мог ожидать? И люди будут говорить об этих вещах. И часто они будут говорить поверх моей головы. Но они также будут говорить о том, как лечить признаки и симптомы болезни. Они никогда не говорили о причинах излечения этих проблем, когда речь заходила о хронических заболеваниях. И я почувствовал себя самим собой, я сказал, вот почему я поступил в медицинскую школу, чтобы лечить кучу признаков и симптомов, и никто не скажет мне, в чем причина или лекарство. Я был очень расстроен. Я много раз испытывал разочарование в медицине, но в самом начале я был очень расстроен. Этот человек пришел ко мне в больницу в Гранд-Тропитсе, штат Мичиган, которая называется больница Блоджет. И причина, по которой он там оказался, заключается в том, что он путешествовал по всему миру, рекламируя свою новую книгу о пищевых волокнах. Пищевые волокна — это неперевариваемые углеводы, содержащиеся в пище. Пищевые волокна — это совсем не то же самое, что щетина в комнате. Именно так люди и думают об этом. Я думаю, что клетчатка царапает ваш желудочно-кишечный тракт. На самом деле все обстоит совсем не так. Клетчатка — это маленькие молекулы. Лучше всего думать о клетчатке, как о картофеле. Если вы возьмете и тщательно сварите печеную картофелину и положите ее в стакан воды, она растворится, и вы вообще ничего не заметите. Потому что она распадается на маленькие микроскопические цепочки неперевариваемого сахара. Это те же самые химические сахара, которые образуют крахмалы, только связи между отдельными сахарами не усваиваются организмом. А это значит, что эти сахара проходят через желудочно-кишечный тракт, не всасываясь. Они остаются в кишечнике. Как бы то ни было, история доктора Беркетта такова. Он получил образование хирурга в Эдинбурге, Шотландия. И после того, как он закончил свое хирургическое образование, он решил отправиться на заработки в сельскую местность Африки. И вот Клайв Клифф Уокер и еще несколько его приятелей отправились в Уганду, чтобы заботиться о местных жителях. И очень быстро доктор Деннис Беркетт стал главой Министерства здравоохранения Уганды, а это означало, что в его обязанности входило наблюдение за 17 миллионами человек. Извините меня, но именно этим он занимался в течение 17 лет, 10 миллионами человек. В его видении была тысяча больниц. И поэтому он собрал огромное количество информации. И как интересный человек, интересующийся болезнями, он заметил, что болезней, которые он обучался лечить в Англии и Шотландии, не существовало. Он не обнаружил ни одного случая сердечных заболеваний, диабета, геморроя или рака толстой кишки. Он рассказал на этой конференции о единственном сердечном приступе, который он наблюдал за последние 17 лет у 10 миллионов человек. И это был человек, который поехал в Лондон и выучился на адвоката, а затем вернулся в Уганду и перенес сердечный приступ. За последние 17 лет у него был один случай заболевания желчного пузыря, один случай, вот и все. А потом он начал задаваться вопросом, в чем же причина этого. И он решил, что все дело в диете. В те дни я глубоко задумывался о том, что пища имеет какое-то отношение к болезням, но он решил, что все дело в диете, и сосредоточился на содержании клетчатки. Но если выразить это простыми универсальными терминами, то поймите, что клетчатка присутствует только в растениях. Ни в одном молочном продукте, ни в яйце, ни в курице, ни в корове, ни в свинине нет клетчатки. Она содержится только в растениях. И поэтому он сосредоточился на растениях, тогда как ему следовало бы сосредоточиться на всей диете в целом. Эти люди придерживались почти веганской диеты. Правильнее было бы сказать, что это была диета на основе крахмала. Так что на втором этапе своей карьеры он прославился как специалист по клетчатке, но любой, кто занимается бизнесом или просто имеет такой опыт, также прославился за открытие лимфомы. Это называется лимфомой Бёркета. Это рак крови. И там, где она возникает, лимфома Бёркета, она встречается в тех частях мира, где распространено много малярийных инфекций. И считается, что из-за хронического заражения этим паразитом малярии иммунная система чрезмерно стимулируется и хронически стимулируется до такой степени, что она разрушается. К лимфоме. Это называется лимфома Бёркета. Каждый студент-медик знает об этом. И несколько врачей наблюдают это явление. Это то, что происходит время от времени. Безусловно, вы чаще сталкиваетесь с этим в районах, где распространена малярия, чем в таких местах, как Соединенные Штаты или Западная Европа. Но именно этим и знаменит доктор Деннис Бёркетт. Так вот, он, известный как волокнистый человек, приехал в Гранд Рапец, штат Мичиган. А почему именно так? Потому что он хотел посетить компанию Кэллог Сириал Кампани, которая производит крупы с высоким содержанием клетчатки, которая находится в Батл Крике, штат Мичиган. Всего в нескольких милях от Гранд Рапец. И по пути он зашел в компанию Кэллог, чтобы попытаться поговорить с ними о том, чтобы они приготовили ему больше злаков с высоким содержанием клетчатки, он остановился. И прочитал мне лекцию, которая изменила мою жизнь. Так вот, в этой комнате находилось, должно быть, еще около 200 тел. Но насколько мне известно, доктор Бёркетт разговаривал только с одним человеком, и это был я. Он изменил мою жизнь. Уже в первый раз он сказал мне, что существует причина болезни. Он не сказал мне, как ее вылечить. Он сказал мне, что есть причина, по которой люди заболевают. Это происходит не из-за невезения, не из-за гнева Божьего и даже не из-за их генов. Это просто то, что они делают. Так что болезнь невозможно предотвратить. И я вернулся домой после той лекции таким взволнованным. Я пришел домой и рассказал Мэри о том, что узнал, и она была очень рада за меня. Она была со мной на протяжении последних 50 с лишним лет. Ну и что же мы будем делать, Джон? Я сказал, что мы собираемся изменить наш рацион питания. Исходя из того, что я узнал, мы собираемся изменить наш рацион питания. И поэтому мы собираемся начать есть хлеб с высоким содержанием клетчатки. Так вот, мы перешли с белого хлеба на черный, чтобы приготовить наш сэндвич с беконом, листьями салата, яйцом и помидорами. Это было изменение в рационе питания, которое мы внесли в 1971 году, но это было только начало. В любом случае, я хотел бы познакомить вас с доктором Бергером. Это единственное существующее видео с изображением этого человека. И я снял его в связи с моим телевизионным шоу, со ведущим которого я был в течение 35 лет в журнале Лайфстайл Магазин. Это телешоу выходит до сих пор, и так мы сняли на видео доктора Беркета. И как я уже сказал, я не знаю другого места, где вы могли бы найти рассказ о нем. Если вы хотите ознакомиться с более продолжительной одночасовой дискуссией доктора Беркета, зайдите на мой веб-сайт. И в моем информационном бюллетене за январь 2013 года вы найдете полное обсуждение диеты доктором Бергманом. Позвольте мне просто показать вам пару фрагментов. Если вы посмотрите на диету болезней в странах по всему миру, которые не болеют распространенными болезнями западной культуры. И когда я говорю об общих болезнях, я имею в виду такие заболевания, как атеросклероз, диабет, камни в желчном пузыре, рак кишечника, рак молочной железы, геморрои. Варикозное расширение вен, именно это конкретное заболевание, огромное количество вредителей. В странах, которые не болеют этими заболеваниями, диета состоит из фермерских продуктов или крахмала, фермерских продуктов или клетчатки. Гораздо меньше жира, гораздо меньше сахара, гораздо меньше соли. И две основные вещи, которые нам нужны, это есть больше клетчатки и меньше жира. Так вот, вы видели доктора Бёркетта, он упомянул это слово, и мы прислушались к нему. У меня почти такое чувство, что я должен сыграть его для вас еще раз. Он упомянул о крахмале. Мы привыкли называть, мы привыкли называть продукты, которые я рекомендую, кукурузой, бобами, рисом, пшеницей, картофелем. Мы привыкли называть это крахмалом еще в те времена, когда рядом была ваша бабушка или ваша прабабушка. Вот что они делают, рассказывают о крахмале, который вы ели на ужин, когда пришли к ним в гости. Но в 1977 году у нас были сформулированы диетические цели для Соединенных Штатов, которые возглавлял доктор Джордж МакГоверн. Извините меня, это сенатор Джордж МакГоверн. Сенатор МакГоверн собрал специальный комитет, и они изучили имеющуюся в тот день информацию о питании. И они пришли к выводу, что американцы должны быть здоровыми, потому что они также пришли к выводу, что более высокий уровень сердечных заболеваний, диабета, ожирения, высокого кровяного давления и так далее, обусловлен из того, что мы ели. Они пришли к выводу, что нам следует резко сократить потребление животной пищи, мяса и молочных продуктов. Как вы думаете, что произошло? В пищевой промышленности произошел бунт. Они послали своих лоббистов, потратили свои рекламные доллары, оказали влияние на Конгресс до такой степени, что это произошло в феврале 1977 года. К концу 1977 года они полностью изменили цели в области питания для Соединенных Штатов. Штаты и по сути перечеркнули рекомендации о том, что вам следует изменить свой рацион питания и избавиться от мяса и молочных продуктов. Кроме того, они изменили терминологию и номенклатуру. Они избавились от слов, чтобы вы не могли действовать. Например, они не называли проблему, вызывающую проблемы, мясом и молочными продуктами. Они говорили об этом как о продуктах с высоким содержанием холестерина и насыщенных жиров. Как вы относитесь к тому, что у меня на тарелке есть немного холестерина? Ничего особенного. И еще нас научили больше не называть крахмал крахмалом. Они научили нас называть его сложным углеводом. Кто из вас этим летом сможет выйти в свой сад и определить, какие сложные углеводы растут в вашем саду? Это называется крахмал. Все в порядке. Во всяком случае, у них есть нужные слова, и на сегодняшний день они добились успеха практически без какого-либо вмешательства. Они по-прежнему доминируют в рекомендациях по питанию для Соединенных Штатов, которые публикуются каждые пять лет. Индустрия выигрывает. Агробизнес, который контролируется Министерством сельского хозяйства Соединенных Штатов, тем же правительственным департаментом, который дает вам рекомендации о том, как быть здоровым, имеет противоречивые цели, агробизнес и вы, агробизнес выигрывает в этот отдел, потому что у них есть деньги, не изменился, как и в Соединенных Штатах. Но в Канаде ситуация изменилась. Начиная с 2019 года, канадские диетические рекомендации больше не благоприятствуют мясной и молочной промышленности. Так что у нас есть надежда. Надежда есть. В любом случае, давайте вернемся к той лекции, знаменитой лекции, которую я прочитал в декабре 1971 года. Я упомянул, что Деннис Берг взял с собой своих приятелей, Клайв Уокер и еще пара человек отправились вместе с ним в Африку. А Уокер был одним из его лучших друзей. И он показал этот слайд. И мне понравился этот слайд. Это не совсем тот самый слайд. Это фрагмент из моей пыльной памяти. И это настоящее образование, весь этот слайд здесь целиком. Вы видите, что на одной стороне слайда изображена эта большая больница, а на другой стороне слайда, эта сторона слайда, а затем другая рамка прямо рядом с больницей. У тебя есть эти крошечные, маленькие, твердые, как камень. Таким образом, его послание сводилось к тому, что в тех группах населения, где наблюдаются крошечные движения твердых, как камень шариков, вам нужны большие больницы. А с другой стороны, с другой стороны, вы видите группы населения, у которых наблюдаются большие движения шариков, но у них есть маленькие больницы. Я надеюсь, что это имеет для вас смысл. Для меня это определенно имело смысл. Как бы то ни было, Боб, они потратили много времени, интересуясь опражнением кишечника. И особенно его друг Уокер. Видите ли, я потратил годы на изучение клетчатки, связанной с поведением кишечника, и понял, что у людей с адекватным поведением кишечника практически никогда не было многих наших западных заболеваний. И я действительно последовал примеру моего друга Олега Уокера из Южной Африки, который осмотрел тысячи. Но видите ли, теперь мы знаем из имеющихся данных, что средний американец, который не является вегетарианцем, съедает всего от 80 до 130 граммов тушеного мяса в день. У пожилых людей в возрасте до 50 лет, в то время как в странах, где нет рака кишечника, молочной железы, камней в желчном пузыре, ишемической болезни сердца и так далее. Они съедают от 3 до 500 граммов тушеного мяса в день. И я думаю, что мы генетически, так сказать, покрыты оболочкой или созданы для того, чтобы потреблять гораздо больше клетчатки, чем мы потребляем. И я думаю, что наша связь с тем, всегда ли это причинно-следственная связь. Но наша связь со многими нашими западными болезнями связана с тем, что я мог бы назвать нашей национальный запор. Так вот, именно этому я научился еще в 1971 году, и именно это навсегда изменило мою жизнь. Мне потребовалось на это всего несколько лет. Мне пришлось стать интерном хирургом. И я продолжил обучение, чтобы стать сертифицированным терапевтом Совета директоров. А потом мы с Мэри провели три года на сахарной плантации. Многие из вас знают эту историю, которая стала еще одним важным событием в моей жизни. Я заботился о пяти людях на сахарной плантации на Большом острове Гавайи. Именно там я по-настоящему научился практиковать медицину. А потом, после того, как я вернулся на Аху, я начал работать в Кайлуа, открыл общую практику и скажу вам, что у меня нет никаких колебаний, признаться вам в этом. Мне пришлось гоняться за машинами скорой помощи. Мне пришлось околачиваться в отделениях неотложной помощи только для того, чтобы найти достаточно болезней, чтобы надеть обувь на детей. И это произошло в период с 1978 по 1985 год. В 1985 году у меня было достаточно последователей, чтобы мне больше не приходилось встречаться с людьми, которые не интересовались тем, что интересовало меня. К тому времени у меня уже была радиопередача, которая транслировалась каждое воскресенье вечером по всем Гавайским островам. Я стал довольно известным благодаря журналам и законодательным актам, в которых принимал участие, например, в принятии закона об информированном согласии, чтобы у людей на Гавайях. У женщин на Гавайях был шанс, когда это произойдет. Дошло до рака молочной железы. Как бы то ни было, у меня была хорошая репутация. Я не могу сказать, что пользовался популярностью среди своих коллег, но в целом населению, похоже, понравилось то, что я хотел сказать. И поэтому я смог отказаться от своего пейджера и начать прекращать работу после пяти часов дня и встречаться только с теми людьми, которые хотели меня видеть. По состоянию на 1985 год существует множество заболеваний, связанных с запорами, и я хотел бы обсудить с вами некоторые из них. Когда у вас появятся твердые, как камень, фекальные шарики, я надеюсь, что эти слова сольются воедино в названии, которое я называю американским табуретом, наскальным художественным фекальным мрамором. Я знаю, что многие из вас могут это понять. Мы говорим о том, что пища проходит через тонкий кишечник. Помните, что тонкий кишечник поглощает все, кроме неперевариваемой клетчатки. Таким образом, все витамины, все минералы, все белки, все жиры и все углеводы всасываются в тонком кишечнике. А когда вы доберетесь до толстого кишечника, который находится прямо здесь, то увидите, что там заканчивается тонкая кишка. В толстом кишечнике прямо здесь почти ничего не осталось. Там есть несколько мертвых клеток. В продуктах, которые вы выбираете, может содержаться немного пищевых волокон. Их немного, может быть 8 граммов, а может быть и 10 граммов в день. К тому же у вас не так уж много материала, из которого можно сделать движение меча. Так что сделайте эти маленькие табуретки, твердые, как камень. И чтобы достичь этой конкретной формы и твердости, происходит следующее, стул перемещается вверх по восходящей ободочной кишке. И в процессе этого из него удаляется вода и становится обезвоженным. Итак, чтобы заставить его двигаться по кишечному тракту, он делает это с помощью процесса, называемого перистальтикой, что означает сдавливание органа вот таким образом. Хорошо, таким образом он ритмично сжимается. Когда вы сжимаете такой полый орган с малым диаметром, вы создаете большое давление. Это называется законом Лапласа. Это закон физики, и он применим, применим во всех областях науки. Таким образом, вы сжимаете маленький-маленький шарик, потому что у вас есть эти крошечные-крошечные твердые, как камень, и в результате вы создаете очень высокое давление. И что происходит при таком высоком давлении, так это то, что вы выдуваете маленькие воздушные шарики, и эти маленькие воздушные шарики, которые вы продуваете насквозь желудочно-кишечный тракт, известен как дивертикулы. И в результате у вас развивается дивертикулярная болезнь, которая в первую очередь проявляется в виде кровотечения. А еще у вас развивается дивертикулит, который часто называют левосторонним аппендицитом. Другими словами, вы заражаетесь этими заболеваниями, и это похоже на заражение вашего аппендикса. Кровотечение может стать очень сильным. Я помню, как был на операциях, где единственным способом спасти жизнь пациента было удаление целого участка кишечника, потому что они истекали кровью до смерти из-за дивертикулов. Самое интересное, что даже тогда, когда я был интерном хирургом, в 1972 году, было опубликовано исследование, которое показало, что если у вас есть пациенты с дивертикулярной болезнью, и вы сажаете их на диету с низким содержанием клетчатки или высоким содержанием клетчатки, то просто добавляйте пшеничные отруби в их рацион. Программа «Вы остановите кровотечение и остановите рецидивы инфекций», и поэтому у людей, страдающих этими дивертикулярными проблемами, воздушные шарики не исчезнут, пока вы не удалите их хирургическим путем. Но вы можете предотвратить их заражение и остановить кровотечение, придерживаясь диеты с высоким содержанием клетчатки. А теперь запомните, что клетчатка содержится только в растительной пище. Хорошо, вот и весь ключ к разгадке. Так где же вы собираетесь искать клетчатку? Она содержится в ваших крахмалах, овощах и фруктах, бобах, кукурузе, рисе, картофеле и сладком картофеле. Так что если вы начнете употреблять эти продукты, то у вас прекратятся рецидивирующие кровотечения и рецидивирующие инфекции. В любом случае, вот что происходит, когда у вас появляются эти дивертикулы, и у скольких людей возникают эти дивертикулярные проблемы. О, где-то между сороковому и пятидесят процентовентами американцев к тому времени, когда им исполняется пятьдесят лет и старше. В большинстве случаев это их не беспокоит, так что они даже не замечают этого. Вы видите прямо здесь. Вы видите вот этот дивертикул, в нем застрял маленький шарик фекалий. Вы видите, что он находится прямо рядом с кровеносным сосудом. Хорошо, кровеносный сосуд циркулирует в кишечнике, он проходит по внешней стороне кишечника, по внешней стенке. А затем ныряет через стенку кишечника и затем проходит внутрь кишечника. Именно таким образом весь кишечник получает кровоснабжение по этим сосудам. Место, где кровеносный сосуд проникает через мышечную стенку, является самой слабой частью кишечника. Так вот, именно в этой слабой области вы и доберетесь до дивертикулов. Вот почему возникает так много проблем с кровотечением, так это потому, что кровеносный сосуд находится прямо рядом с ним. Так или иначе, у вас есть этот камень, крошечный твердый, как камень фекальный мрамор. Он полностью переместился в сигмовидную кишку. Эта последняя часть, буква С, переходит в прямую кишку. А теперь вам нужно вывести его на свежий воздух. А это очень тяжелая работа. Это типичная американская диета, я не знаю ни одного исследования, которое когда-либо проводилось по времени, но мне следовало бы включить это в книгу. Может быть, мне стоит поискать ее там. Но просто ради сохранения моей памяти, просто ради пациентов, с которыми я разговаривал, мы говорим о работе, которая длится 115-30 минут, раз в 4-5 дней. И, конечно же, одним из побочных эффектов диеты Макдугалла является мгновенное удовлетворение. На курорте Фламинго, где мы раньше проводили нашу программу, мы проводили ее в течение 18 лет. Они всегда планировали заранее, когда знали, что скоро появится программа Макдугалла. Они всегда заказывали дополнительную туалетную бумагу. В любом случае, вам нужно сделать так, чтобы эта большая каменная масса была твердой, как камень. И вы делаете это кряхтя, постановая и напрягаясь. И лучший способ изобразить то давление, которое вы оказываете на все тело, это вспомнить, что мы смотрим на человека с красным лицом. Потому что кровь подталкивается к его лицу, чтобы упасть на землю, растет и напрягается. Кстати, я хочу добавить, что это целая дискуссия о молочных продуктах, которую я провел со многими из вас. Еще одной причиной запоров, которая действительно важна, являются молочные продукты. На самом деле это одна из наиболее важных причин запоров, особенно у детей, заключается в том, что молочный белок парализует стенки кишечника. Стенка кишечника воспаляется и прекращает свою перистальтику. И вот в ходе исследования, которое я показал вам в медицинском журнале Новой Англии в 1998 году, я показал вам, куда доставляли детей, страдающих тяжелыми запорами. Как вы попали в исследование, где вам приходилось бальзамировать их каждые 3-15 дней с использованием слабительного. Именно так они выбирали своих испытуемых. И они сняли их с коровьего молока и поместили на соевое молоко, и 70% из них вылечились за одну ночь, почти за одну ночь. А затем, спустя 8-12 месяцев, они попросили родителей снова перевести детей на коровье молоко. И в течение 5-7 дней у всех детей начались сильные запоры. Другими словами, они опорожняли кишечник каждые 3-15 дней, принимая слабительное. Так что если у вас есть взрослые или дети, у которых есть проблемы с запорами, вам нужно отказаться от обезжиренных молочных продуктов. Вы должны исключить этот молочный белок из своего рациона. Хорошо, давайте на минутку вернемся к измельчению, выращиванию и напряжению. Когда вы измельчаете, растете и напрягаетесь, это не просто толкает кровь к вашему лицу. Вы толкаете кровь по всему телу и повреждаете вены по всему телу. Вот, например, вот эти вены прямо здесь. Эти вены прямо здесь называются геморроидальными венами. Хорошо, они находятся в последней части кишечника. Это та область, которую мы называем анусом. А это внутренний геморрой. Это наружный геморрой. Хорошо, если вам нужно знать, то между ними есть небольшая полоска, которая разделяет их. И то, как эти сосуды расширяются, означает, что вы выросли и напряглись, и вы оказываете чрезмерное давление на эти вены, и они растягиваются. И через годы растяжения они в конце концов свисают снаружи вашей задницы, как геморройные узлы. Вот это действительно очень сложно. Они кажутся вам громоздкими. Вы время движения меча, и они кровоточат и зудят, и они стараются. Я не хочу, чтобы это было так. Чтобы не переходить слишком близко к сердцу, но они тоже не очень привлекательны. Так что у вас появляются эти геморроидальные узлы, и они остаются там навсегда. Вы не можете исправить это механическое повреждение. Вы можете сделать им операцию, перевязать их веревками или отрезать лазером, но они никуда не денутся. Самое приятное то, что если вы измените их рацион питания, у них прекратится кровотечение и зуд, и жить с ними станет намного легче. Когда вы кряхтите, стонете и напрягаетесь, кровь приливает к вашим ногам. Вот эти ноги интересны в том смысле, что у вас здесь есть пальцы ног. Хорошо, вот здесь у вас есть пальцы ног, которые идут от пальцев ног до самого сердца. Вот здесь находится вена. Это большая вена, огромная вена. И по ней кровь течет от ваших ног обратно к сердцу. А движение крови происходит за счет механического сжатия, которое происходит при ходьбе. Мышцы сокращаются, они давят на кровеносные сосуды и двигаются, они перемещают кровь вверх по сердцу вот так. Хорошо, но для того, чтобы кровь не стекала обратно к ногам, у вас есть клапаны. Вот эти клапаны находятся прямо здесь. Таким образом, кровь выталкивается вверх, пытается упасть обратно к ногам, не получается, происходит сокращение мышц, толкайте ее вверх к следующей ноге. И так далее. Это пятифутовый столб крови. Вы испытываете огромное давление, с которым вам приходится бороться. Итак, у вас есть эти клапаны, и когда вы становитесь взрослее и напряжение, происходит следующее. Вы оказываете давление на эти клапаны, растягиваете их, расширяете, и они становятся некомпетентными. А теперь вот что происходит. У вас есть целый столб крови на этом большом кровеносном сосуде, или даже на более мелких кровеносных сосудах. Это называется варикозным расширением вен. Хорошо, вот так вы получаете варикозное расширение вен. Оно возникает из-за беременности. Если вы одиноки, то у вас должны быть запоры и беременность. Вы получаете это от того, что растете, стонете и напрягаетесь. А потом иногда в этих венах образуются тромбы, и это называется тромбозом глубоких вен. И эти тромбы иногда могут попасть в ваше легкое, вызвать легочную эмболию и даже убить вас. И кстати, проблемы с тромбоэмболией легочной артерии и свертываемостью крови в глубоких венах возникают только тогда, когда вы придерживаетесь американской диеты по целому ряду причин. И у меня сейчас нет времени вдаваться в подробности, но существует множество механизмов, которые уже сработали. Так вот, когда вы растете, растете как женщина, ваша матка находится здесь, когда вы молодая женщина, в области малого таза, и это он подвешен на этих связках. И вот что происходит, когда вы начинаете от напряжения, так это то, что вы давите на свою матку, и это толкает ее вниз во влагалище. И эти связки растягиваются, и это становится постоянной ситуацией. И в итоге у вас останутся только матка и влагалище. Это называется выпадением матки. И иногда, на самом деле, часто матка действительно будет болтаться вне тела. Это доставляет массу хлопот. Она не собирается возвращаться назад. Хорошо, она не вернется назад, если придерживаться хорошей диеты. Если вам нужно ее исправить, то это должно быть хирургическое вмешательство. А у мужчин, когда вы растете, растете и напрягаетесь, происходит следующее. Вы расширяете вены в мошонке, и у вас появляется то, что вы можете увидеть, называется варикоцеле. И вы расширяете другие типы трубчатых структур в мошонке. Мы называем это варикоцеле, и у вас появляется варикоцеле в мошонке. Таким образом, мужчины не застрахованы от проблем избыточного давления, вызванных запорами. Когда вы растете и напрягаетесь, вы также давите на желудок. Это очень важно. Давайте уделим минутку тому, чтобы пройти через это. Вот здесь находится наш пациент, и у него есть грудная полость, где расположены легкие, а затем брюшная полость, где расположены кишечник, печень, селезенка и так далее. А между ними у вас прямо здесь находится диафрагма. Так вот, есть три трубки, которые должны проходить из грудной полости и брюшной полости. Две из них неподвижны. Это полая вена и аорта. Они застряли. Они прилипли к стенкам этих полостей и поэтому будут двигаться. Но третья трубка это пищевод, и она подвижна. И поэтому, когда вы кряхтите, стонете и напрягаетесь, вы можете двигать этим пищеводом. И вот что происходит. Кряхтение, стоны и напряжение в первую очередь давят на желудок и выталкивают его части вверх в грудную полость. Для наглядности, вот здесь находится нижний пищеводный сфинктер, который вы видите с левой стороны. И это очень важно, когда вы молоды. Но из-за многолетних запоров нижний пищеводный сфинктер становится неэффективным, и у вас развивается герб, гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь, не так ли? Так что теперь сфинктер находится в грудной клетке, где его больше не поддерживает диафрагма. Таким образом, он становится некомпетентным. И с каждым вашим вдохом вы создаете отрицательное давление в грудной клетке, которое всасывает кислоту в ваш пищевод. Это не исчезнет при правильном питании, но расстройство желудка пройдет, и вам обычно не нужно ничего делать, но вы можете это сделать, потому что это механическая проблема. Угадай, что ты делаешь. Вы идете к хирургу, и вам делают механическую починку. Многие хирурги будут рады удалить ваши геморроидальные узлы и варикозное расширение вен. О боже мой, не позволяйте им этого сделать. Если только в этом нет необходимости, придумайте какой-нибудь способ справиться с этими проблемами. Но если вы не можете этого сделать, они всегда готовы вам помочь. Так что давайте перейдем к концу этой истории. Я начал с того, что рассказал о неприятном запахе изо рта и тела, о том, что это сера, которая воняет, и о том, что на самом деле существуют средства для полоскания рта, которые дезактивируют серу, и они становятся очень популярными. Они называются умными ополаскивателями для рта. Вы увидите их в своих кабельных передачах, потому что они имеют такое большое значение, потому что в конце концов они действительно борются с вонью, а именно с серой. Но лучший способ справиться с вонью, запахом тела, неприятным запахом изо рта, это перестать есть сера. И как я уже объяснял вам в нашей прошлой лекции, и я повторю это еще раз, заключается в том, что вы получаете серу из пищи. Например, в говядине содержится в 4 раза больше серы, чем в бабах пинта. В ней столько же калорий и столько же белка. В ней в 4 раза больше серосодержащих аминокислот. Яиц в 4 раза больше, чем кукурузы, а сыра чеддер в 5 раз больше, чем белого картофеля. Курицы в 7 раз больше, чем риса, а тунца в 12 раз больше, чем сладкого картофеля. У нас в Мичигане есть поговорка. Каждый раз, когда я пробую это сделать, чтобы посмотреть, получится ли у меня реакция, никто не может понять, что это значит. Но я попробую еще раз свои ребята. Это называется рыбий пук. Я не знаю, слышали ли вы когда-нибудь об этом. Во всяком случае, когда-то мы говорили об этом в нашем районе, может быть потому, что я жил в католическом районе. Раньше у нас были рыбные пятницы, так что это стало заметно по субботам и воскресеньям. В любом случае, если вы хотите избавиться от вони, вам нужно перестать дурно пахнуть, потому что вы не собираетесь ее скрывать. Вы не собираетесь прикрывать ее духами, дезодорантами или ополаскивателями для рта, чистя зубы. Мне все равно, сколько раз вы будете чистить зубы. Если вы хотите избавиться от этой вони, то все, что вам нужно сделать, это перестать есть серу. Не кажется ли вам, что это становится все более повторяющимся? Разве вы не устали от одной и той же заезженной пластинки? Здесь все от болезней сердца до облысения, от запоров до пальцев ног. Давайте не будем заходить так далеко, как грибок на пальцах ног. Тогда давайте перейдем к грибку на пальцах ног. Все имеет отношение к еде. Но если бы вы были фермером, что бы вы подумали? Не кажется ли вам, что все зависит от почвы? Если вы начнете с плохой почвы, какие у вас будут шансы? То же самое касается и вас. Если вы собираетесь начать вместе со своей семьей с плохой почвой, какие у вас есть шансы? Если вы хотите решить свои проблемы, вам нужно устранить их причину. Все дело в еде. Так что Ларри и Луиза хотели бы попрощаться с вами. В любом случае, пока. В любом случае, эта книга может вам понравиться. Это очень весело. Она послужит вам хорошим справочником. Здесь есть все научные ссылки, которые вам когда-либо понадобятся, включая целую дискуссию о том, почему мы по сути являемся растительноядными или травоядными животными. Это касается всего, начиная с ваших зубов и заканчивая отсутствием клыков, вашей слюной во рту и вашими семенными пузырьками, предстательной железой, и ты знаешь. Все что угодно. Здесь все рассказывается об этих вещах. Вот почему вы явно относитесь к травоядным животным. И еще люди любят спорить со своими плотоядными друзьями о том, почему мы не всеядны. Мы не всеядны, мы травоядные животные. В любом случае, это помогает улучшить пищеварение. И вот что мы делаем в наши дни. Мы обучаем этой программе через интернет. И у меня была возможность поговорить об этом, когда мы разговаривали с Беттани в начале этой лекции. И это самый лучший способ научиться чему-то новому. И это не значит, что вы не можете научиться чему-то другому. Многие из вас учились бесплатно. Вы покупали книги в магазине поддержанных книг за 50 центов или меньше, или просто зашли на веб-сайт. На веб-сайте рассказывается обо всем, и вы делаете это бесплатно. Но это очень сложно. Должно быть это очень тяжело, потому что не все этим занимаются. Так что вам также может потребоваться некоторое медицинское наблюдение. Мы должны избавить вас от наркотиков. Именно это мы и делаем. Мы избавляем почти 90% людей от приема лекарств. И вам нужна поддержка, чтобы хотя бы начать работу. Вам нужно какое-то направление. Вам нужно несколько рецептов, которые помогут вам пройти через это, пока вы не найдете еще больше рецептов. И у нас есть по крайней мере 4 опубликованных рецепта. Так что мы проводим это мероприятие почти каждый месяц. В июне этого года мы не проводили ни одного мероприятия, но планируем провести его с 8 по 19 июля. И это 12-дневный курс, где доктор Лим начнет с вас, а доктор Лим проведет с вами тщательный экзамен по истории. И даст вам несколько действительно хороших советов, и, а потом время от времени делится со мной некоторыми из более сложных проблем. И я как бы немного придираюсь к этому вопросу. И вот здесь каждый день Кори, Тиффани и Листейси собираются вместе с вами на протяжении всего дня, начиная с самого утра. Вот кто еще может быть просто сотрудником службы поддержки. Они помогают вам на кухне с завтраком, обедом и ужином, если вам нужно. И они советуют вам поговорить с вами о вашем кровяном давлении, уровне сахара в крови и о том, как у вас дела. Так что это действительно полезно. Как я уже сказал, мы стараемся сделать программу как можно более индивидуальной. Каждый день мы с Мэри Хизер собираемся вместе, чтобы поболтать у камина. Что просто дает мне возможность поговорить с людьми в немного менее личной, немного менее профессиональной манере. Мы говорим о том, что мы едим, и о том, что важно для нас в нашей жизни в данный конкретный момент. А затем, конечно же, мы проводим ту самую особенную сессию, на которой вы встречаетесь друг с другом. Люди, которые познакомились друг с другом во время 12-дневной программы, стали друзьями на всю жизнь. Мы способствуем этому. Мы делаем это доступным, чтобы вы могли собираться вместе со своей группой каждую среду и разговаривать с ними, и ничто не сравнится с поддержкой ваших попутчиков. Так что следующая программа с 8 по 19 июля будет проходить каждый месяц, а жизнь коротка, ребята, и вы будете оглянитесь назад и спросите себя. Почему я не сделал этого раньше? Если это было так чертовски важно и так чертовски просто, то почему я не сделал этого раньше вас? Так обстоит дело совсем в жизни, и это очень хорошо. Так что вам просто нужно связаться с нами по номеру 800 или отправить нам электронное письмо. Мы безболезненно поможем вам начать работу. Это действительно так.